я думаю многие могут посчитать меня тряпкой но это совсем не так тема заключается в том что видимо моя супруга дает мне понять что ей не все нравится в нашей семейной жизни тем что я в нашей спальне встретил ее с другим человеком и ну я знаете честно думаю что еще не все потеряно я думаю мы как-то с этим справимся ведь любовь она несмотря на несмотря ни на что и вопреки вот я поэтому решил прийти в вашу передачу чтобы помощью поддержки зрителей как-то в этом разобраться таляш но о чем ты говоришь вообще это все совсем не так ну да я была не одна тогда у нас в спальне со мной был другой человек но что в этом страшного я же ради тебя старалась я осваивал дополнительные нюансы и особенности ну сексуальной жизни чтобы радовать тебя в кровати но это же ради тебя все малыш а ну это все ради меня ну ладно тогда слушай спасибо что ты обо мне так заботишься по-настоящему мне очень приятно что я не одинок в этом мире и получаю заботу от тебя спасибо тебе большое ну да пойми ну приколдесны ты мой тем это же и заключается в том что тебе чтобы комфортно себя чувствовать тебе необходимо чувствовать себя виноватым иногда чтобы тебя унижали иногда помнишь на самом начале нашей с тобой сексуальной жизни вообще семейной тебе было необходимо всегда найти повод чувствовать себя виноватым и ущербным я поэтому для тебя стараясь эти поводы создаю потому что когда я начинала когда-то о тебе заботиться как-то знаешь воспринимать тебя человеком в порядке ты всегда искал повод вызвать у меня необходимость на тебя бочку катить и поэтому я даю тебе просто что тебе необходимо чтобы ты ходил и чувствовал себя виноватым раздавленным и ущербным именно поэтому я и договорилась косточка и чтобы он пришел и попозировал у нас в спальне чтобы ты нас обоих застал в комнате косточка не даст мне соврать ну да талян все так и было меня и катенька и пригласила она знала что ты примерно часов пять придешь домой ну в полпятого чтобы я немножко разделся было голым у вас на кровати дома и чтобы ты пришел и увидел что она не одна и это дает тебе возможность почувствовать себя обиженным ущербным виноватым а это же привычные для тебя эмоции где еще как не дома ты сможешь их получить мы решили о тебе так и позаботиться так-то у нас конечно ничего не было ну я и катя что ты да сынок это я их пригласила я была в соседней комнате поэтому это все для тебя мне конечно очень неловко в этом признаться но ты же понимаешь я именно для этого и не смываю свои исторические походы в санузел чтобы заставить тебя таким образом когда ты туда заходишь все тихонько ненавидеть это же привычная для тебя среда обитания толечка поэтому ничего страшного если ты нам спасибо не скажешь мы и так знаем что ты нам благодарен это же все для тебя ну блин ну какой тогда смысл в этом всем это получается что моя жизнь полное страданий то что получается что я подбираю себе такую девушку в качестве жены чтобы иметь возможность получать чувство вины вместе с ней ущербность и почему меня с детства мама постоянно заставляет оправдываться перед ней но вы мне может подскажите мои лучшие друзья что мне с этим необходимо делать чтобы избавиться от этого раз и навсегда только я буду поэтому скучать сразу хочу вас предупредить как я без этого да дружище не парься мы с тобой с этим всем разберемся все нормально знаешь ты сейчас об этом сказала я тоже вот что понял я же тоже получается каким-то волшебным образом нахожу себе только женатых дамочек потому что именно мысль о том что вот-вот я буду пойман это единственное что позволяет мне продолжать эту охоту получается меня интересует даже не дамы сами а вот этот страх что вот-вот я буду пойманным и ты знаешь я помню вот этот момент когда меня больше даже радовал не вид твоей голой жены а мысли о том что секунды на ты ворвешься домой это же получается что я значит спешу не потому что опаздываю я опаздываю чтобы иметь возможность спешить проживая привычные эмоции вот оно что настасья палом на что вы думаете по этому поводу слушай дружок я слишком старая для того чтобы менять свои нейронные связи ты же знаешь что с годами все сложнее и сложнее впускать новые идеи в свой головной мозг поэтому когда ты приглашаешь меня думать в новом для меня качестве мне гораздо легче начинать тебя обвинять и говорить тебе чего-то на меня кричишь вместо того чтобы заставлять свою голову работать поэтому я ничего не думаю по этому поводу это ты мне скажи чё ты к нам припёрся вообще как это чего припёрся вы же сами платите мне деньги для того чтобы я соблазнял вашу дочку блин ну перестаньте уже в конце концов эти ваши ссоры и споры ну хватит уже это делать я сама не могу разобраться в своих чувствах почему в некоторые дни месяца я хочу чтобы ты толя мой дорогой муж был со мной рядом а в некоторые дни месяца я хочу чтобы и горка пришел и потоптался у нас в спальне что я могу сама в этом поделать как я могу научиться владеть собой в конце концов вот у меня есть тоже деньги может быть просто мы с вами пойдем на рынок и купим немножко нам мозгов сейчас же говорят что абсолютно все можно купить за деньги и счастье и мозги и способность думать давайте объединим наши усилия отправимся на рынок и купим нам немножко мудрости мозгов интеллекта но как это называется нам же необходимо стать счастливыми жизнь это заканчивается смотрите какие мы уже не дети на детской площадке на качелях толя подожди ты не сможешь все купить за деньги неужели ты не понимаешь что все самое ценное в этом мире она просто напросто не продается это невозможно купить за деньги ты же знаешь помнишь как в пабликах вконтакте что ты можешь за деньги купить кровать но ты не купишь сон за эти деньги ты можешь купить за деньги еду но ты не купишь сытость это получается нам необходимо прикладывать усилия и работать над собой чтобы привносить что-нибудь счастливое в нашу жизнь тебе так не кажется да блин точно может быть на эти деньги купим или снимем отдельную жилую площадь и съедем уже от мамы которая не смывает за собой в конце концов и которая знакомить тебя с разными очередными и горками которые приходят для того чтобы я чувствовал себя ущербным в очередной раз у нас же есть возможность может действительности в конце концов съедем что думаешь по этому поводу егор но ты же понимаешь съехать то вы сможете вы съедете но на театре человеческой жизни роли остаются выгравированными на внутренней стенке черепа человека актеры которые эти роли исполняют лишь меняются ты же понимаешь что я далеко не первые не последние у твоей супруги как ты ее называешь и это лишь вопрос времени что другой придет когда я уйду а ты в очередной раз привыкший себя чувствовать ущербно будешь снова и снова искать и находить людей которые будут иметь возможность на тебя катить бочку поэтому вы можете съехать куда угодно как правило все будет тем же самым можете конечно попробовать но я не смог с этим справиться где бы они был всегда пытаюсь при ударить за замужними ничего не могу с этим поделать дети я только что побывала в каком-то другом измерении в пространстве или мне приснился сон точно получается человеку окружает себя такими людьми под которые у него уже написаны роли а все люди в нашей жизни это лишь актеры которые эти роли исполняют вот оно что вот именно поэтому мы гравитацией и притянулись друг другу мама ну ты ты что только сейчас это поняла я уже с детства это поняла помнишь сколько мужиков ты домой водила и каждый раз выставляла их за дверь со словами это тоже козел получается что ты всех под единый знаменатель и запиливала но со словами этот тоже козел ну то есть получается ты всегда находила повод докопаться до кого бы то ни было чтобы сказать и этот тоже козел всегда было понятно что он человек окружает себя такими людьми чтобы иметь возможность подтверждает свои убеждения в очередной раз убедиться что он был прав я же поэтому и пригласила в свою жизнь этого жидкого толю чтобы снова и снова говорить а мужик он сопляк конечно а тот кого я люблю по-настоящему и горка я не могу жить с ним вместе потому что всегда есть другая причина ну как в песне тонь ты понимаешь поэтому здесь вообще без вариантов получается что я пригласила в свою жизнь только потому что ничто из себя не представляет чтобы снова и снова говорить чтобы счастлива невозможно а у меня есть и горка из-за которого мое сердце разбито все как ты меня учила маман блин точно я помню в восьмом классе мне лиза нравилась немножко я ей нравился тоже мы даже с ней вместе в школу ходили поддерживали друг друга и она помогала мне делать уроки я помогал делать уроки ей я помню даже подарил ей как-то цветы она сказала спасибо но потом когда я встретил тебя и подарил тебе цветы ты мне сказала да пошел ты знаешь куда в общем и видимо я и стал с тобой встречаться потому что ты всегда вытирала об меня ноги а это привычная для меня состояние которому я привык с детства мама вот она в чем дело мы так близки давайте же мы себя расколдуем блин точно я понял ребята давайте прикладывать усилия чтобы оставаться на этих рельсах мы видимо что-то важное начинаем понимать я же за последние два года уже шесть раз поменял место работы и каждый раз увольнялся со словами что начальник козел это получается я каким-то образом может бессознательно создавал такие взаимоотношения чтобы иметь возможность в очередной раз сказать что начальник козел мы близки давайте держаться друг друга сейчас не уходим нас растаскивает от этой мысли держитесь доченька точно помнишь когда я забирала тебя из детского садика и ты показывала мне в очередной раз аппликацию которую вылепила ты из пластилина я всегда говорила тебе что ты там сделала не так я тебе говорила могла сделать лучше и здесь ты сделала плохо вместо того чтобы внимание твое фиксировать на том что ты делала хорошо наверное поэтому постоянно чувствуя себя не в порядке тебе есть необходимость залеплять внутренние раны и дыры которые я тебе нанесла телами всяких мужичков чтобы хотя бы благодаря ним чувствовать себя в порядке хоть на миг аппликации блин мама точно а помнишь когда выучила наизусть героя нашего времени слова в слово даже я помню что должна была говорить где там запятые где там точки и в одном месте я ошиблась в ударении ты мне сказала что не умею я ничего делать и абсолютно не способна хоть что-нибудь нормально сделать помнишь да помнишь а помнишь как ты папку выгнала из дома и сказала что он если еще раз вернется тут и на него заявление в полицию напишешь что он пристает хотя он так старался привнести хоть что-нибудь хорошее в нашу жизнь в конце концов он просто сдался спился и умер помнишь да помнишь получается смотри мы можем расколдовать это заклинание и хотя бы дать возможность маленькую не множить эту скорбь блин точно мне мама с детства говорила что я что я никогда не буду счастливым и что мне повезет если хоть кто-нибудь меня приютит я же и поэтому заставляю себя постоянно зарабатывать деньги и покупать всякие с эти побрякушки чтобы хотя бы таким образом не чувствовать себя ущербным мы можем расколдовать себя мы близки к этому расколдованию давайте просто для начала давайте просто для начала остановим эту внутреннюю волну сама бичевания и катания бочки на других мы же сами творцы в нашей жизни нет вас всех нет никакой кровати и это все мне снится блин точно я понял у меня же именно поэтому столько внебрачных детей которых я раскидал по этим маленьким городам нашей большой страны чтобы дать им возможность жить примерно такой же жизнью в которой вырос я сам я же сам всегда один рос понимаете у меня мама всегда на работе была дома и никогда не было до папу никогда не знал за исключением истории что он тоже козел который мама рассказывала нажравшись водки ну так получается я же делаю все то же самое воспроизвежу и создаю точно таких же людей чтобы они тоже росли в таком же аду в котором вырос я сам я сейчас начинаю понимать что я же это делаю не специально словно это проклятие само проживает себя мной мы с вами такие мудрые так много узнаем о жизни о себе вы знаете я начинаю понимать что значит эта фраза познаю себя что мы с вами потихонечку узнаем себя и когда мы с вами узнаем и познаем себя мы начинаем познавать мир ведь в действительности же мир вокруг нас такой какие мы его привыкли видеть и бывает важно остановиться и задаться вопросом а каким выбираю видеть я этот мир и какие выбираю взаимоотношения с другими строить и почему для меня это важно и что будет моим первым шагом мне кажется что вот мы с вами где-то сейчас начинаем новую главу нашей жизни так может быть нам пора перестать уже друг друга жрать и начинать хоть чуточку друг о друге позаботиться точно позаботиться но ведь забота это делать другому не то что нужно мне забота это делать другому то что нужно ему давайте просто спросим друг у друга а что ты хочешь по-настоящему и как мы можем это сделать ведь получается что в этом времени и пространстве нет никого кроме нас четверых да точно вы знаете мне кажется что если мы не извлечем смысл из этой ситуации коммуницируя друг с другом то даже избавившись друг от друга как это актеров это лишь вопрос времени что мы для этих ролей подберем других актеров давайте остановимся вы же понимаете что мы друг другу снимся и уже не в первый раз мы взаимодействуем не друг с другом конкретно в этих телах а с этими же самыми же самыми же ну этими же помогите мне я сваливаю с этих рельс я прикладываю усилия опять сейчас дергать тебя за юбку начну вернулся сваливаемся с этих рельс возвращаемся в эти рельсы если мы с вами извлечем смысл из этой ситуации сделаем выводы то получается мы сможем больше не наступать на эти грабли малышки да точно и получается что мне нет необходимости надевать эти очки потому что я и без очков этих хорошо вижу да точно и получается мне не надо вот так постоянно закатывать глаза заставляя другого чувствовать себя не в порядке чтобы заставлять его оправдываться передо мной мол он недостаточно убедителен получается я могу избавиться от этих закатывающихся глаз и вечного поправляния своей волосни я могу просто прибывает лицом к лицу с другим человеком и не воздействовать на него скрытно а заботиться о нем и видеть в нем человека они очередную жратву я перестаю закатывать глаза точно а я могу в конце концов свои 74 года начинать смывать после себя в туалете чтобы не заставлять других испытывать дискомфорт и всякие дурацкие запахи я могу соблюдать гигиену точно а я получается могу перестать эксплуатировать этих загнанных дамочек и говорить им всякие красивые словечки и рассказывать им о светлом будущем чтобы как-то знаете туды-сюды я могу это перестать делать вы знаете мы сделали маленький шаг для человека но это большой шаг для человечества человечества